Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 мая, день Пелагии, назван в честь святой мученицы, девицы Пелагии. Пелагия, знатная рода, славная богатством и красотою, преисполненная страха Божия и целомудрия, решилась у невестица небесному, бессмертному, нетленному жениху. Однако царь пожелал взять ее замуж, она отказала, объяснив причину. Тогда ее захотели посрамить, сорвав одежды. Пелагия, не дожидаясь насилия, сама скинула себе одежды и вошла внутрь раскаленного медного вола, славя бога. Православная церковь в этот день почитает память святой Пелагии, которую считали заступницей невинных девушек и птиц. Отсюда и название этого дня – Пелагия заступница. К ней обращались, если требовалась помощь невинным людям. С этого дня начинались регулярные майские грозы. Сегодня крестьяне заготовляли материал клен, березу или липу, которые использовали для изготовления деревянных ложек. Поэтому этот день имеет название Баклушник. И что интересно, именно ложки являлись символом зажиточности и сытости. Поэтому их украшали причудливой росписью и резьбой. Также дарили, и это считалось очень престижным. Деревянные ложки носили с собой, сложив их в специальный футляк. Простолюдины могли носить ложки в сапоге или за поясом. Огородники сегодня должны отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу. Для этого делали специальный оберег. Помещали в надтреснувший горшок немного крапивы, вырванной с корнем. Приметы. Если майских жуков много, это к засухе. Появились сережки на цветущих кленах, можно сажать свеклу. Если зацвел терм, вторая половина мая будет холодной. С этого дня начинает зеленеть дуб, зацветает вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника. Тринадцатая лунная сутка. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и умоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приливаются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14-е лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok